Доброе утро, Боб Киртов, глава Шмени. Еще раз здорово, что мы собрались в так называемые дни, когда не учат Тору, как правило, правда? Все получили привет от нас, что учат Тору, особенно когда свободно, надо больше учат Тору, этим мы показываем Всевышнему, что мы его страшно хотим. И наша глава сегодняшняя, господа, Шмени, и этому доказательство. Храм переносной был сделан, как вам известно, на Хануку, 25-го кисле, да? 70 дней взяло, чтобы с Йом-Кипура собрать деньги, построить все, нет стула вам, вот здесь берите. Построить все, и сказали евреям, все, давайте начинайте служить Всевышний. Нет, отложить все это до первого Ниссана. И почему? Потому что родился первый Ниссан на дне рождения Ицхака Авину. Он хотел приурочить две эти даты вместе, не сегодня на эту тему говорить, а почему она важна. Народ сказал, как же так? Так быстро делали, все. Давай, с упрощения, и начнем служить Всевышнему. Нет, отложили до первого Ниссана. С 25-го кисле до первого Ниссана была отложена работа в храме. И почему? Много ответов, один, который нам нужен сегодня, чтобы мы захотели. Всевышний хотел видеть, что мы жаждем этой работы. Мы жаждем ее. Проявите свою жажду. Называется на иврите это Мивакшей Ашем. Вот такое выражение, буквально, скажем, поговорка, или как называется, одиома. Мивакшей Ашем это как устоявшееся выражение, какое-то словосочетание. Это есть категория творения. Есть творения, делятся на много всяких категорий. Одна из них называется Мивакшей Ашем. И эта категория я бы перевел, скажем так, на понятный язык, элита человечества. Ну, теперь я вижу, что здесь много. Вот собралась элита человечества. Вот так вот надо. Почувствуйте себя элитой, да? Есть олигархи, есть не знаю что. А мы просто элита. Бесятой скромности ложной. Да, я элита. Здравствуйте. Пусть идем, у тебя проблемы. Мы что-то объявили страшное. Мы сказали, что тот, кто хочет приблизиться к Всевышнему, он идет, переведи всего человечества. И так и должно быть. И в прошлый раз мы встречались, когда сказали, святая наглость. Есть люди, которые, если мы этого не сделаем, то все равно придут люди, которые проявят эту напорость, напорость, напор, напор. Это называется напор. На храпом на литературном языке. Как строилась Америка 200 лет назад. Там люди собрались на храпом и решили, мы сделаем здесь такое. И там взрывали скалы, строили свои города. Это было что-то страшное. Это для нас хороший урок. Есть у людей такое, что называется, расположение, брать что-то с напором, напор. И если мы этот напор не используем, то человечество его использует налево-направо. И тратит просто страшные деньги, жизни и годы, и тысячелетия ушло на это. Только потому, что мы не проявляли напора. Какой напор? Всевышний, ну дай же нам этот храм уже. Подождите, а что ждать? Я хочу посмотреть, как вы хотите его. Мне приятно видеть, как вы ищете Тору мою. Тот, кто ищет Тору Всевышнего, во все лопатки, что называется, то это действительно принадлежит к элите человечества. Мы сказали в прошлый раз, почему? Ну, если человечество увидит, как мы, три тысячи лет назад, невзирая ни на что, не оставили эту Тору, рано или поздно они скажут, да, в этом что-то есть. Это единственная, господа, дорога, которой можно убедить человечество служить Всевышнему. А другого нет. Просто нет, господа. Мы собрались здесь, чтобы сообщить вам одно неприятное известие. Другой дороги нет. Вот все. Знаете, песня была, да? Другого нет у нас пути, как там, в коммуния остановка. Так у нас другого нет, но субъективно с машиехом остановка. И в прошлый раз мы сказали, что эра браво, тот самый, что мы на русский переводили как сброд, это оскорбительно. Не сброд, а эра браво, тот народ, который случайно с нами по пути, попутчики. О, вот эта песня, все просто, хорошая песня придумали коммунисты. Есть попутчики, эра браво, и они с нами будут идти, с нами в одной компании, от первого дня выхода из Египта они нас сопровождают, и до последнего дня, когда же, когда придет Машиех, Машиех придет, вот он уже пришел. Все знают, вот на такой-то улице, в таком-то доме живет Машиех. Все туда ходят. И будут люди, которые будут против него. Представляете, какая сила у этого эра браво? Они будут против Машиеха. Первый должен быть специальный. Не знаю, нам запрещено указывать пальцем и гадать, мы не знаем. На самом деле, первый адрес, который мы говорили в прошлый раз, это я сам. Что-то внутри у меня есть такое, что против, чтобы я, чтобы Машиех пришел. Тоже это, господа, мы как-то говорили много, я не знаю, месяца назад, что мудрецы боялись жить во времена Машиеха. Это что-то такое, ой-ой-ой. И тем не менее, нам ничего не остается, как его желать, хотеть и приближать. А вот теперь наша глава следующая будет, что тут сказано еще, глава Шмени. Это сегодня, господа, праздник просто небывалый. Перед нами шаббат, который вот уже скоро наступит. И это праздник небывалый. Почему, сказали мудрецы, глава Шмени, восьмой день, это, Рашид лежит на месте, был сродни творению мира. И больше, не меньше. Вы хотите побывать в творении мира, мы упустили. Мы начинаем читать Берешит уже, ну, Берешит уже на каникулах, да, и приходим уже на, не на Берешит, как правило, это осенью происходит. А сегодня мы можем с точностью поглядеть, что такое Берешит. Вот этот шаббат, этот день. А еще лучше, если бы мы встретились вчера, это вообще было бы здорово. В Йом-Хамиши. Почему? Потому что в Йом-Хамиши были сотворены рыбки, птички, и большая рыба левьетан, который, именем которой потом почему-то назвали кита. Просто искали самую большую рыбу, нашли этот кит и назвали, наверное, левьетан. Но ничего общего между тем левьетаном, который был сделан в Йом-Хамиши творения, пятый день творения, и нашим китом, разве что кроме одной странной вещи. Кит, как обратили внимание, кита бои, кита ловы, он любит играть, ловить свой хвост. То есть он всегда показывает свой хвост, потом голову. Видно только его голова или хвост, голова или хвост у кита. Это правда такая, это и есть вещь. Страшиваем мудрецы. Что делает Всевышний после того, как закончил дарение мира? Да? Чем он занят? Мисахэк. Играет с этим вот китом. Играет с китом? Что такое игра? Сотворил кита этого, пятый день с ним играться. Это скучно ему, что ли? Понятно, что есть мисахэк, это играться, еще веселиться. Шир. Шаббат холомо, это у нас был, у нас был тоже песню мы пили Шир-Ширим, говорили. По той же причине. Шамуамэллах написал Шир-Ширим, и мы читали Шир-Ширим, да? Шаббат был Шир-Ширим. Литовцы даже с брахой читают это. Без браха, ликрой это мегелат Шир-Ширим. Что такое Шир-Песня? Это ликование души. Песня это ликование души, так называется, да, песня? Когда человек поет, когда ликует душа. На Шаббат, который, швеи, когда мы у нас дома отмечали и сидели, это был седьмой день Песоха, и там у нас есть какой день был? Шир, опять песня, на море. Именно тогда раступилась в море. И сегодняшний Шаббат наш, мини, тоже песня у нас будет. Не петь, а о ней поговорим. Так что же за песня? Мы теперь поймем, что это за песня была Шир-Ширим. Что такое песня как таковая? Что такое песня, когда Севышний сотворил этого левьетана, чтобы с ним играть? А что с ним играют? Какие прятки? Хвост и голова. Мы как-то лет два-три, как-то у него сидели вот там, я запомнил почему-то, я так вспоминаю, где были уроки. И мы тогда говорили, что поймать свой хвост, это соединить начало и конец. Вы точно говорили, я помню. Соединить начало и конец. Голова и хвост, это соединяется начало и конец. Что такое соединяется начало и конец? Начало всегда тяжело. Мы не знаем, куда нас это приведет. И Береши начинается с неизвестности. С этой скобка, буковка Бет, говорит, не гляди туда, там ты ничего не понимаешь, только вперед. А как же я не знаю, что там было, пойду вперед на страх и риск, иди. А если ты боишься, вот скоро будет леха-леха. Я сказал Аврааму, твоему праотцу, иди, куда я тебе, а потом покажу. То есть прецедент был. Нам остается только положиться на наших праотцов и идти их проторенной дорогой, как мы знаем, уже у нас известно этот идиог. Все. И мы этим занимаемся, господа, до сего дня, до сего момента, и до самого конца этим. Чем будем заниматься, господа? Вот чем. Нам надо увидеть соединение начала и конца. Осталось совсем немного, господа. Согласно хаббатским предчувствиям, ваш вих уже стоит за дверью. Не смейтесь, правда. Он в любой момент может до сегодняшнего дня, до шаббата прийти. Амин. Потому что мы живем в Йом-Ши-Ши. То есть по времени историческому, не миллионы лет человечества, нет, это потом придумали ученые. Мы живем 6 тысяч лет всего-навсего, и мы находимся в шестом дне, перед зажиганием свечей. Вот такое интересное время у нас на дворе. Потому что так много всяких спекуляций, и народы мира говорят о том, что конец света. Ну, известно, вы не будете больше в эту лужу залазить. Довольно, да? Но нам важно одну вещь все-таки отследить. Как ни крути, лужа существует. И она будет существовать до самого, даже когда придет в Машеях, и будут против Машеяха люди выступать. До демонстрации ходить. Сейчас у нас в подносном ходила демонстрация против реформы. А тогда будет в подносном демонстрация. Это не тот Машеях! Это не тот Машеях! Представляете? А мы все плачем с вами сидим. Нам тяжело. Реформа не прошла. Тору скоро, боже упаси, нам будут за... Тору будем, боже упаси, есть такие пессимисты, которые утверждают, что скоро нам придется Тору учить подпольно. Боже упаси! Ну, с таким правительством можно даже и запросто. Будем подпольно собираться по ночам у меня на квартире. Только не говорите адрес о них, да? Поставим на стол водку. И будем учить Тору. Почему? Стучиться к ГГБ. Мы, опс! Не гибнись, а тут водка. Что делать? Пьем. Тору для них, а тут мы обратно. К ниху, так туда. А? Через наушники. Да? Придумай. Технологии продвигаясь. Запад нам поможет, господа. Не бойтесь. Как всегда. Ашем и рахэм. Все, господа, давайте теперь мы дойдем к самой нашей важной точке, с чего мы собрались. Это самый эр-ав-рав, который мы неправильно назвали сбродом. Сброд это... Случайные попутчики. Что это такое? Мы как-то прошлый раз на том уроке говорили их корни от первого человека и Каина, и Филим. Понятно. Есть такой сорт людей, которые живут среди нас и даже быть среди нас, как таковых, есть эта вещь. Вот. И в первый раз мы в этом достаточно поговорили. А сегодня мы проявляем эту вещь еще более тщательно. Эр-ав-рав. Это называется эр-ав-это вечер. Эр-ав-это вечер, знаете, да? Эр-ав-вечер. Все ходите на ноль-пан. Отлично. А что такое р-ав? Это большой. Это не р-ав-равин по-русски, да? А может, да, р-ав-это еще тоже большой. Большой в Торе, да? Р-ав. Но р-ав это еще, кажется, большой. Р-ав большой. Что такое большой вечер? Глубокий вечер, то есть по-русски. Есть ранний вечер, б-н-ш-машот, когда еще солнце не туда, сюда, да? Еще можно отличить, только белая исчезает уже, а остальные цвета еще видны, можно отличить. А вот белую машину на белой стене уже не видно. Поэтому не покупайте белый чай, машина имеется. Черный покупаете, будете в безопасности. Это б-н-ш-машот. А вот есть глубокий вечер, когда совсем ничего не видно. Это еще не ночь, это еще вечер. Можно положиться на свет и идти, но уже темно. Глубокий вечер. Нет, сумерки первые, это глубокий вечер. Это уже почти вот-вот выйдут звезды. Это вот еще опаснее. Именно в это время эра-в-рав придумал нам золотого тельца. Шесть часов прошло после полудня. Это был глубокий вечер. В этот глубокий вечер избил нас с толку эра-в-рав. Не было ничего понятно. Было не видно ничего. Они говорят, все, довольны. Машарабена не вернулся. Вас обманули. Нечего делать. Мы кое-что поняли из Египта. Давайте сделаем мы тельца, и мы уж тут выживем. Вот этот темный вечер нас сбил с толку этот самый эра-в-рав. Эра-в-рав еще раз. Поздний вечер, очень поздний вечер, и люди с сумерками поздними в голове нас сбили с толку. Откуда в человеческой голове поздние сумерки? Вот наш вопрос-то сейчас. Итак, когда у меня в голове поздние сумерки, вот вот будут звезды, а еще темно. Это самое опасное время, господа, когда я могу, Боже упаси, подумать и поверить в одну ересь. Не боюсь этого слова. Ересь. Это из треннего русского перевода. Апокриф еще. В общем, всякие небылицы. Небылица. Небылица, господа. Какая самая большая небылица на сей свет, на сей момент на свете существует? Мы должны ее сейчас вычленить из ряда других небылиц. Оставьте эту конспирацию в покое. Хватит. Это одни большие небылицы, есть одна большая небылица. Темным, самым поздним вечером, господа, в моей сумеречной голове исчезает что? То есть чертание предметов. Правильно. И не ищите их. Когда приходит ночь, мы говорим Эй, Муна, Ушма, Исраэль, да? Утром мы сказали ясно и видно, а вечером и Муна, и вера, истина. Вера в истину. Когда сгущаются сумерки, мне запрещено полагаться на мое зрение, на слух и на все. Я полагаюсь только на то, на веру. Вечером меня проверяют на веру. Какую веру? Я знаю, что, несмотря на что, что Машеих задерживается, он обязательно придет. И придет он удивительным способом. Тогда, ну подскажите, уже вы все начали, когда придет Машеих точно? Когда будет называется Сахдат, Машеих задерживаться, когда мы забудем даже про это. Когда я отвлекусь, я думаю, что-то другого, как только я сразу переделывал. Поэтому часть человечества будет застегнута врасплох, а нам надо притвориться, что мы немножко Сахдат отвлеклись. Как мы отвлечемся, если мы три раза в день не вернемся? Отлично! О, как тут отвлечешься? Три раза мы целый день вспоминаем выход из Египта. Вспоминаем ли? А для чего? Чтобы не отвлеклись. Но все равно обязательно придет момент, когда, господа, будет вообще вот так. Об этом мы уже говорили. А где же сегодняшний, что вообще вот так уже некуда? Что это такое? Этот левьетан, Всевышний задарил его. Кто-то видел эту рыбу хоть раз? Конечно. Нет? А, а кто, скажите? Интересно. Документальный фильм есть. Э-э-э, это вот только без конспирации. Считали его размер. А, то что, да? Интересно. А вы лично видели его? Да нет, конечно. Кроме оператора, да? Смотрите внимательно. Теперь вот ради чего мы собрались, господа. Ради этого мы сегодня собрались. Да, эта рыба, соединяющая все консистенциалом, существует. Она создана в Йом-Хамиши, вместе с рыбами и птицами. Она живет где-то в океане, в глубоких-глубоких глубинах. Никто из живущих ее никогда не видел. Я могу точно уверен. Не вы никто, никто, никто. Но вы можете о ней рассказывать, потому что были очевидцы, но их очевидцев никто не видел. Господа, что это такое? Это что-то нам знакомое страшное. Называется это как? Агада. Фасфаль, да? Агада. Что такое Агада? Сказка. Мы рождены, чтобы сказку сделать, былию. У нас сегодня просто весь советский какой-то вечер в постсоветском пространстве. На Ирт-Стрейле. Если уж коль сионисты были красные, то мы на постсоветском пространстве, поэтому мы исправляем даже коммунистов ихние песни. Господа, вот вся вещь нашей задачи. Действительно, эта рыба существует, ее качество в том, что ее никто никогда не видел. Почему это важно? Что это такое? На что это похоже в нашей жизни? Пятый день творения было собственно что-то такое, что сопровождает нас до конца, до Машиха, до последнего-последнего эра в Рав, который спадет внутри нас. Это называется идеалист. Идеалист. Я знаю, что это существует. Даже если я этого не видел в глазах, и вы не видели, никто не видел в глазах, вы какого-то оператора полагаете. Мне оператор не годится, я не могу его взвать в свидетели. Понимаете? Чтобы что-то засвидетельствовать, мне нужны хотя бы один свидетель в этом случае, чтобы точно своими глазами видел. Я такого свидетеля не найду. И не найдете, и не ищите. Почему? Так решил Всевышний. Он решил, что будет такое творение, которое никто никогда не видит, но все знают, что оно существует. Так это кто? Это Машех. Это Всевышний откроется. Он обязательно откроется, господа, невзирая на всякие потуги внутри того, что у меня есть сомнения и поздние сумерки в моей голове. Все остается только одно и только задача мне нисколько ни разу не забыть, не забыть об этом. Это и называется идеализм, и мы живем, и этим отличаемся от всех других народов. Невзирая ни на что, господа, мы будем ждать его до конца. Даже когда он придет, будут против него, а мы все равно будем говорить, Всевышний, дай нам свою Тору. Поэтому, как мы видим, Всевышний ждет, да? Ждет? Что он ждет? Чтобы мы проявили свое желание. Милакшей Ашем, как это будет по-русски теперь? Ищущие Всевышнего. Ищущие Всевышнего. И наша глава Шмени, что такое 8? 8? Это после 7? 8? Это после 7? И что? Ну вы знаете, все каббалисты. 7? Это материальный мир. А 8? Это надматериальный мир. Сегодня, начни, в Шаббат, в этот день, в Хамеши, мы поднимаемся над материальным миром. Такая простая, избитая фраза, конечно. Но мы, каждый год, отмечая эту главу, мы люди, которые, единственный народ, который умудряется вырваться из материального мира, подняться над ним. Для чего? Чтобы найти, кто там и что. Как правит. И правит это миром Всевышнего. Только мы не знаем его бразды правления. Поэтому Ашар Абейну отказался однажды, хотел Всевышний показать ему, как он правит миром. Он сказал, да, Всевышний, я тебе покажу, как я правлю. Нет, нет. И спрятал свое лицо. В нашей главе, господа, сыновья Аарона умирают. Умирают, да? Почему? Когда пришла Шхина, они стали рассматривать ее. А Всевышний запретил. Нельзя рассматривать Шхину. Они хотели рассматривать Шхина. Спустилось божественное присутствие. Они в это время она спускается, они сидят, смотрят на него, так рассматривают. Записывают его. Фотографируют на камере, чтобы потом пустить в Ютьюбе. Не пройдет, господа. Операторов никаких. Ничего. Когда спускается Шхина, если бы мы были в Ашар Абейну, я бы мог бы глядеть и понять, как Всевышний правит миром. После золотого лица мы не можем. Нам запрещено это рассматривать. Я падаю на лицо, и Шхина опускается, и я только верю, что она здесь, она с нами. А Шхина это единство иврейского народа. Поставим математическую форму. Поэтому, господа, наша глава это 7 умноженное на 7 плюс 1. То есть все природы, все мои качества, но 7 качества меня. Я их всех употребляю, но это только для того, чтобы они могли мне подняться над ними, над этими качествами. То есть никакого здесь разума бить не может. Одна вера. Но если вера без разума, она слаба. Поэтому нам нужна Тора. Почему? Тора мою веру трансформирует в дела. Называется митцвод. Одна вера голая никому не нужна. Нужны дела. Поэтому здесь мощная, крепкая вера и дела. Как правильно вести себя. Поэтому здесь Тора. Господа, спасибо большое. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok